Всем привет! Сегодня готовим очень вкусное и красивое персиковое варенье. У меня 2 килограмма персиков. Хорошенько их промываю. Да, не смейтесь, я промываю их с мылом для посуды. Я все овощи и фрукты так мою. Надо мной смеялись многие, но теперь они сами так моют после коронавируса. Теперь я смеюсь над ними. В общем, не отвлекаемся. Промываем наши персики. После того, как стечет вода, снег, очищаем от кожицы. Итак, очищенную кожуру мы не выбрасываем. Покажу в конце, как я из них буду делать компот. Если вам это интересно, оставайтесь со мной до конца. Нарезаем на ломтики. Ломтики я нарезаю довольно крупные, потому что после того, как они сварятся, они станут намного меньше. Такие станут тонкие ломтики, красивые. Если вам такие ломтики не нравятся, вы можете кубиками нарезать. То есть, как вам больше нравится, так и делайте. Показываю еще раз. Нож при этом надо держать под наклоном, чтобы не упираться об кость. Так будет легче нарезать. В итоге у меня персиков, очищенных уже готовых, осталось килограмм 400 ровно. То есть, это из двух с лишним килограмм получается. Вот столько кожуры осталось. На самом деле, кожуру даже больше, чем персиков. Но ничего не пропадет. Сделаем компот. Итак, для кило 400 персиков я беру килограмм, вот целую пачку сахара и 1-200 граммовый стакан. То есть, кило 200 сахара. Получается на килограмм где-то 900 грамм сахара. Если у вас персики сладкие, вы можете 800 взять. Если не сладкие, можете даже килограмм на килограмм сделать. То есть, если вы любите сладкое. Кипятка беру я стакан целый. И меньше половины. На кило 400 персиков получается. Хорошенько все перемешиваем. Ставим на плиту. При постоянном помешивании доводим до кипения. Постоянно помешиваем для того, чтобы сахар не приставал ко дну и не пригорел. Как только закипел наш сироп, добавляем наши персики. Перемешиваем. И 2-3 минуты просто нагреваем их. Не надо кипятить. То есть, слегка нагрелись, утонули в сиропе, значит, можно выключать. Вот так вот нагрелись они. Выключаю. И оставлю я на всю ночь. То есть, я делаю всегда варенье ночью, чтобы можно было оставить его на всю ночь. Если у вас только нет времени, вы можете хотя бы на 5-6 часов оставить. Либо варить тогда в 3 этапа. Вот у меня получается 2 этапа. Я оставлю в сиропе на всю ночь. И завтра буду доделывать. То есть, 2 этапа. А вы, если у вас нет времени, хотя бы сделайте в 3 этапа. Тогда получится тоже неплохой вариант. Что значит 3 этапа? Значит, первый раз закипело варенье, далее остыть. Второй раз закипело варенье, далее остыть. И третий раз уже доделываем. Но сегодня я так не буду делать. Сегодня у меня 2 этапа. Значит, всю ночь у меня персики остались в сиропе. И на следующий день я просто прокипячу их приблизительно 15 минут. И все. Значит, далее закипеть. Ему на следующее утро одновременно стерилизую банки. Как только закипело, 10 минут отсчитали, добавили лимонные кислоты на кончике ножа. И прокипятили еще 5 минут. В итоге 15 минут получилось. Готовность проверяем, как я раньше показывала. Вот, можно макнуть и смотрим, сироп капает тяжело. Значит, он готов. Не смотрите, что он такой жидковато выглядит. Он еще загустеет. Персики имеют свойство такое желироваться при остывании. Слегка стряхиваем, чтобы наша пенка вся собралась посередине, чтобы легче было их убрать. Собираем всю пену. Заливаем горячее варенье в стерилизованные банки. Закрываем плотно горячей крышкой. И переворачиваем, даем остыть. Вот столько у меня получилось из этого количества. А вот оно уже готовое в тарелке. Еще теплое. Посмотрите, ягоды все целые. Цвет сиропа практически прозрачный. Он еще загустеет, когда остынет. Показываю, что делаю с кожурой. Значит, кожуру я залила водой, чтобы оно утонуло. Засыпала стаканом стахарного песка. И как только вскипела, дала провариться 25 минут. Далее закрыла крышкой. Дала отдохнуть до полного остывания. Получается очень вкусный компот. То есть ничего у нас не пропало. Далее покажу вам персиковый сок или нектар. У меня вот на канале есть ссылку, оставлю еще раз под видео. Вот сделала еще раз такой персиковый сок, но из желтых персиков. Посмотрите, какой красивый получается цвет. Я делала раньше из розовых. Вот он в стакане такой красивый. Дети, которые не любят сок с мякотью, будут пить этот сок с удовольствием. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока!